здравствуйте дорогие ребята я рада вновь вас приветствовать на нашем видео уроке я напоминаю вам о том что мы говорим с вами о высшей нервной деятельности на предыдущих занятиях мы выяснили чем отличается высшая нервная деятельность человека от высшей нервной деятельности животных а также мы сказали что к познавательным процессам относятся ощущение восприятие представление память воображение мышлением сегодняшнее наше занятие я хочу начать со слов адама смита шотландского экономиста и философа этика одного из основоположников экономической теории как науки умнейшего человека 18 века единственное сокровище человека это его память лишь в ней его богатство или бедность и тема нашего сегодняшнего занятия это память сегодня на занятии мы познакомимся с механизмом памяти что позволит вам грамотно регулировать процессами запоминания формирование условных рефлексов хранение любой информации в том числе и без условных рефлексов ее последующее использование невозможно без хорошей памяти память это одно из основных свойств нервной системы заключающиеся в способности долгое время сохранять информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма на эти события а также многократно переводить эту информацию в область сознание обучение и память это стороны одного процесса под обучением прежде всего подразумевает механизмы приобретение информации а под памятью механизмы хранения и извлечения этой информации человек запоминает не только воздействующие на него раздражители но и те ощущения эмоции которые данные раздражители вызывают и только благодаря памяти человек может приобретать сохранять и использовать индивидуальный опыт память до определенной степени условно конечно подразделяется на несколько видов например по ведущему анализатору память делят на зрительную слуховую осизательную обонятельную и вкусовую по предмету и материалу деятельности память делят на двигательную эмоциональную образную и вербальную по продолжительности протекания процесса на кратковременную долговременную и оперативную по форме психической активности на непроизвольную и произвольную мы сейчас с вами проведем небольшой опыт определим объем зрительной памяти для того чтобы выполнить этот опыт вам необходимо следовать следующей инструкции в течение одной минуты нужно будет изучать фигуры на рисунке номер один для этого вам необходимо будет приостановить видео на одну минуту затем найти эти эти фигуры на рисунке номер два для этого тоже необходимо будет остановить видео затем подсчитать процент фигур названных правильно и так рисунок номер один остановите видео на одну минуту рисунок номер два посмотрите на представленные фигуры и найдите те которые были на рисунке номер один остановите видео и так проверяем то что у нас получилось перед вами фигуры которые были представлены вам на рисунке номер один сравните пожалуйста со своими данными и подсчитайте пожалуйста процент фигур названных правильно и определите показатель своего своей зрительной памяти и так продолжительность кратковременной памяти составляет несколько секунд емкость ее невелика от пяти до семи элементов ну например шестизначный или семизначный телефонный номер запомнить на несколько минут может любой человек а вот десятизначный совсем немногие в основе кратковременной памяти лежит циркуляция нервных импульсов по нейронным сетям кратковременная память очень чувствительна к сильным внешним воздействиям ударом электрического тока сотрясением резким перепадом давления и температуры при любом переключении внимания на какую-либо другую задачу или проблему информация содержащаяся в этот момент в кратковременной памяти полностью стирается долговременная память сохраняет гигантский объем информации в течение всей жизни все что содержится в памяти свыше 30 секунд переходит долговременную память особенно хорошо запоминаются события которые вызывают у человека сильные положительные или отрицательные эмоции вот почему готовясь к экзамену и повторяя материал очень полезно представить себе обстановку экзамена и членов экзаменационной комиссии легкий страх который при этом будет испытывать почти любой человек поможет вам гораздо легче и лучше запомнить то что вы читаете процесс образования сохраняемого памятного следа энграммы называется консолидации для того чтобы консолидация проходила успешно необходимо усиленное снабжение мозга кислородом и глюкозой в переводе информации в долговременную форму хранения прямо или опосредованно участвуют все отделы головного мозга консолидация подавляется теми веществами которые блокируют химические реакции связанные с синтезом белков в клетках мозга запоминание информации также резко ухудшается при наличии в организме даже небольшого количества алкоголя кроме этого отрицательными факторами влияющими на память являются это курение медицинские препараты химические вещества а также отрицательное психологическое состояние такие как например волнение либо стресс ну и так далее жаль что пока мы не можем произвольно вспомнить все что когда-то видели читали или чувствовали но скорее всего забывчивость это защитный механизм предохраняющий наш мозг от перегрузки однако очень часто люди недовольны своей памятью правда многие просто не могут сосредоточиться на запоминаемом материале ну например школьники которые учатся из-под палки но существует целый ряд расстройств мозга сопровождающиеся поражением памяти расстройство памяти называются амнезиями часто страдает механизм вспоминания и энграмма хранится в глубинах мозга без повреждения распространено поражение памяти называемая вызываемая хроническим алкоголизмом его назвали в честь русского психиатра седромом корсакова постоянное употребление алкоголя приводит к тому что начинается массовая гибель нейронов мозга в результате пьяница теряет способность к запоминанию новых событий а старые воспоминания могут переноситься в время и превращаться в подобие реальности вы наверное жутковато жить в таком полу реальном мире но хотя алкоголики этого оценить не могут как же улучшить свою память существует целый набор приемов для улучшения памяти их описанию посвящены целые десятки томов если же снижение способности к запоминанию связано с усталостью перенапряжением и стрессом то можно воспользоваться комплексами витаминов помогающих снабжать мозг всем необходимым для нормальной работы кроме того существует лекарства улучшающие кровоснабжение мозга а с кровью в мозг поступают кислород глюкоза и витамины и еще разработаны упражнения для тренировки памяти которые ребята я вам прикрепила к нашему видео уроку в виде презентации пожалуйста заберите себе эту презентацию и тренируйте свою память ежедневно и она будет у вас очень хороший и будет вас радовать разговор сегодняшний хочу закончить словами дмитрия сергеевича лихачева советского и российского филолога культуролога и искусствоведа память преодоление времени преодоление пространства память основа совести и нравственности память основа культуры хранить память беречь память это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками память наше богатство память становится отчетливой силой особенно во времена предельных испытаний выпадающих на долю людей я благодарю вас за внимание переходим к домашнему заданию вам необходимо прочитать текст учебника со страницы двести пятьдесят два по двести пятьдесят шесть ответить на вопросы в конце параграфа ребят я вас очень прошу пожалуйста почитайте учебник там очень много есть интересных фактов подобранных именно по нашей теме письменно выполнить конспект традиционно шаблон которого прикреплен воист сетевой город образования выполненную письменную работу можно прислать на адрес электронной почты которая указана у вас на слайде либо прикрепить воист сетевой город образования и работы я принимаю до 12.00 14 мая то есть следующего урока у вас по расписанию ребят я желаю вам быть здоровыми я желаю вам быть полными энергии и сил берегите себя берегите своих близких я очень надеюсь что в скором времени мы с вами встретимся в стенах нашей любимой школы всего вам доброго ребята